Всем привет! С вами Елена Вивас из Аргентины и это мой канал о жизни, эмиграции и путешествиях по Аргентине и не только. И сегодня мы с вами отправляемся в Мендосу. Какие у вас прежде всего ассоциации с этим городом? Конечно же, винодельня. Мы с вами побываем на винодельнях, а также отправимся в путешествие к подножью самой высокой горы Аргентины и всего западного полушария Аконгагуа и побываем на мосту Инка. Итак, погнали! Мендоса – любимое место отдыха жителей столицы, поэтому между Буэнос-Айресом и Мендосой налажено хорошее авиасообщение. 7 рейсов в день выполняют аргентинские авиалинии, а также летают лаукосты пару раз в день. Время в пути – 2 часа. И перед вами абсолютно другая Аргентина. Сам город Мендоса я вам покажу в конце этого видео и расскажу об этом очень зеленом и теплом городе. А сначала небольшая прогулка по одному из пригородов столицы главного винного региона Аргентины. Все очень чисто, ухожено, зелено, куча кафе и магазинчиков. Все, что необходимо для достойного отдыха и жизни для тех, кто много работает. Продолжение следует... А это экзотическое патио моего отеля в самом центре Мендосы, в котором я останавливалась в эту поездку. Знаменитые аргентинские вина – это то, зачем в первую очередь приезжают туристы в Мендосу. Поэтому и мы посетили пару виноделин. Еще во время первой моей поездки в Сальто, где также развита виноделие, я отметила очень высокий уровень винного мира для приема туристов. В Испании все же виноделие – это больше о технологии и производстве вина. А в Аргентине много дней вкладывается именно в область гостеприимства. Съемки я делала ранней весной, поэтому на виноградниках еще было очень мало зелени. А это уже мы прошли непосредственно в залы, где производят дегустацию вин. Также нам здесь показали самую святую часть винодельни. Это там, где вина спят в бочках, дожидаясь своего звездного часа. Этот небольшой водоем прежде всего направлен для орошения виноградников, но также здесь и разводят форель, которую потом подают в местном ресторане. И это прекрасное релаксирующее место, чтобы можно было скоротать время в ожидании дегустации. Вот нам уже готовят стол. Ну а дальше расхваливание местных вин и их дегустация. Самая приятная часть посещения виноделин. Первая виноградная лоза на территорию Аргентины попала, конечно же, вместе с испанскими конкистадорами в 16 веке. Но не могли испанцы осваивать новые земли и строить города без главного своего напитка. Это мы переезжаем на следующую винодельню. Очень красивые пейзажи. Первые виноградники здесь начали закладывать в городах Сантьяго де Лестера, который является самым древним городом на территории Аргентины. И о нем на моем канале есть видео. Листайте, ищите и наслаждайтесь. И в городе Мендоса, который тоже старше Буэнос-Айреса. На протяжении 16, 17 и 18 веков Мендоса была центром креольского этапа виноградарства и производства вин на территории современной Аргентины. И на повозках, запряженных в мулах, в кожаных бурдюках и керамических кувшинах, защищенных тростником, вино за тысячи километров развозилось на рынке Буэнос-Айреса, Кордобы, Санта-Фе и других быстро растущих городов Аргентины. И несмотря на то, что в самой Мендосе в начале колониального периода проживало около 60 семей, некоторые винодельни достигли достаточно больших масштабов для того времени. А это мы видим, что многие винодельни на территории Аргентины – это еще и центры искусства. Что здесь только не делают для привлечения туристов. Только приезжайте и наслаждайтесь аргентинскими винами. Еще один небольшой переезд к очень красивому месту, где и проходил наш обед на виноградниках. Посмотрите, какая здесь красота! Просто невероятно! В Париже разводится огонь, на котором для нас будут готовить знаменитую аргентинскую говядину. Говядина и мальбек, что может быть более презентабельным для Аргентины. Продолжая мой рассказ об истории виноделия в Аргентине, хочется привести такой пример. В начале 17 века у бизнесмена Дона Алонсо Давиделло была настолько огромная винодельня, что в 1618 году у него хранилось уже порядка 75 тонн вина. И на его виноградниках работало около 20 человек. Понятно, что это вино было не одного года урожая, так как хранились и вина предыдущих лет. Но все равно, представляете, какие масштабы для начала 17 века! Так выглядят виноградники весной, когда лоза только-только проснулась и началось первое сокодвижение. Еще один интересный пример масштабов виноделия в Мендосе в раннем колониальном периоде. Жил в этих местах такой предприниматель, как Антонио Майяно Корнехо, который высадил 12 тысяч корней винограда. И мощность его виноделия к концу его жизни, а это середина 17 века, 1650 года, составляла уже 30 тысяч литров вина в год. Это просто даже трудно себе представить, поскольку это достаточно большие масштабы даже для современной винодельни. А это наш скромный обед на виноградниках с бутылочкой Мальбека. После винодельни мы еще немножко покатались по окрестностям, чтобы насладиться пейзажами Ант. Сюда мы приехали, чтобы понаблюдать за полетом кондоров. И нам повезло. Сюда мы приехали, чтобы понаблюдать за полетом кондоров. 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 Посетив винодельни, насладившись горными пейзажами и полетом кондоров, побывав на местном водохранилище, к вечеру заглянули на термальные источники. И все это в Мендосе можно увидеть в течение одного дня, если правильно организовать свое путешествие. Ну, например, с таким гидом, как я. И получить при этом море впечатлений. Жду вас на моих авторских турах по всей Аргентине. На следующий день мы отправились в Ванды. Цель этого дня путешествий – самая высокая гора на территории не только Аргентины и всей Южной Америки, но и вообще за пределами Азии. Это гора Аконкагуа, высота которой достигает практически 7000 метров. И еще одна цель – посетить мост Инков. Это мое видео может показаться немножко затянутым, но я никак не могла остановиться и перестать снимать все эти горные пейзажи, которые нас сопровождали в течение дня. Это такая разнообразная мозаика красивых и интересных мест. Ну, просто глаз не оторвать. А в конце путешествия при возвращении в Мендосу мы покатались по такому головокружительному серпантину. Так что смотрите до конца. Это просто было невероятное путешествие дня. Кстати, по окончанию этого дня туристы мне сказали, если бы вы заранее сказали, куда мы поедем, мы, наверное, не рискнули бы. Но сейчас, когда путешествие уже закончилось, эмоции просто переполняют, и мы рады, что вы нам не сказали о том, насколько это будет опасно. Но ведь это было так красиво. Снова мы проезжаем водохранилище вчерашнего дня, и вот уже предгорья Анд начинается. Итак, погружаемся в культуру и красоту одних из самых высоких гор в мире – Анды. Анды – это огромная горная система, протянувшаяся через всю Южную Америку с юга на север и является частью Тихоокеанического огненного кольца. Это молодые горы, не так давно поднявшиеся с морских глубин в результате столкновения тектонических плит. Это горы живые, подвижные, состоящие из цепи действующих и потухших вулканов. Посмотрите, какие идеальные конусы сопровождали нас на протяжении всей дороги. Сейсмичность в Мендосе достаточно высокая. Примерно каждые 20 лет здесь повторяются землетрясения средней или высокой степени активности. Самым разрушительным землетрясением в Мендосе было в 1861 году, которое произошло в полночь 20 марта. Магнитуда составила 7,2 балла по шкале Рихтера. Так как в это время практически весь город спал, людские потери были огромными. Под завалами своих домов и от начавшегося пожара погибло около 12 тысяч человек. Это было одно из самых разрушительных землетрясений 19 века во всем мире. И сегодня в городе Мендоса можно увидеть сохраненные руины собора, разрушенного в результате того землетрясения. Анды отличаются своими огромными высотами и великолепными пейзажами. Самой высокой вершиной является гора Аконкагуа, которой мы и едем в этом нашем путешествии, и гора Охос-дель-Салада, которая совсем немножко не дотягивает до 7 тысяч, как и Аконкагуа. И здесь можно найти много вулканов, глядя на которые можно получить представление об активной геологической истории региона. Это небольшая остановка выпить кофе, и посмотрите, какое очень красивое, атонтичное место, и собачка, раскормленная туристами. Горная система Ант является одной из наиболее сложных геологических структур на нашей планете Земля. Она простирается на 7 тысяч километров с северо-запада Южной Америки до юга континента. Геологическое строение Ант обладает уникальными особенностями, что порождает огромное разнообразие потрясающих по своей красоте пейзажей. Основной строительный материал Ант составляют магматические, метаморфические и осадочные породы. Вулканическая активность, характерная для этой области, создает мощные вулканы, кратеры и лавовые потоки. Кстати, в последние месяцы на границе и Чили постоянно полыхает вулкан Вильярико, который мы иногда наблюдаем с туристами, когда путешествуем в районе Барелочи. Главный фактор, влияющий на геологическое строение Ант, это постоянно продолжающееся столкновение двух тектонических плит Тихоокеанской и Южноамериканской, в результате чего со дна морского поднимаются породы всевозможных цветов и оттенков, которые формируют популярное у туристов явление радужных гор, когда в одном месте, в одной точке вы можете увидеть горные породы всевозможных цветов и оттенков. Вот в данном случае мы видим палитру из розовых оттенков, но бывают места, где также вкрапляются породы синих, зеленых, желтых и так далее, всех всевозможных цветов, которые вы когда-либо видели. Когда мы только выезжали из Мендосы, была теплая солнечная погода, невероятно красивое голубое небо, но чем дальше Ванды, тем больше облачность и тем больше заснеженных вершин начинают появляться со всех сторон. И то место, куда мы едем, чтобы увидеть самую высокую гору Южной Америки, уже видно очень сильно затянуто облаками. Но это нормальное явление для этих мест. Не стоит в высокогорьях ожидать такой же погоды, как на Карибских островах. Ведь если вы помните из школьного курса географии, я, кстати, работала учителем географии, чем выше в гору, тем ниже температура. А мы с вами едем к подножью горы, высота которой без совсем малого достигает практически 7000 метров. Вы можете представить, какая это высота. Еще немножко, еще чуть-чуть, вон уже на горизонте за облаками Аконкагуа. И вот мы подъезжаем к месту, откуда дальше наш маршрут будет пешеходным. Несмотря на то, что в городе Мендоса больше 30 градусов тепла, здесь нам пришлось одеть все самое теплое, что только мы взяли с собой. Ведь под ногами уже был снег. Провинциальный парк Аконкагуа один из 17 природных заповедников, формирующих систему природоохраняемых территорий провинции Мендоса и находится в горном ущелье долины Орконес. На территории парка много вечных ледников с большими запасами воды, а также это место археологических памятников. Основная цель нашего визита это гора Аконкагуа, которая находится вон там вот. Вот видите, кусочек ее виден, поскольку гора в этот день оказалась покрыта облаками. А это птиц, любопытный птиц, который пришел попросить что-нибудь вкусненького у туристов. Я так и не смогла определить, очень похоже на кару-кару, но намного меньше и пузико немножко другое. Если кто-то знает, что это за птичка, пишите в комментариях. Конечно же, фото на память вместе с птичкой. Опаньки! И пошли гулять дальше. Увидеть гору из-за облаков в этот день нам так и не удалось, но пейзажи в этом парке они просто потрясающие. Заповедник находится всего в 12 километрах от границы с Чили, поэтому дальше наш маршрут лежал в сторону Чили. Сверху вдоль дороги видны руины железной дороги, которая 100 лет назад соединяла Аргентину и Чили. И потом была закрыта. Во-первых, снежные обвалы постоянно разрушали ее, несмотря на заградительные сооружения. А потом с развитием автомобильного транспорта и вовсе потеряла свое значение из-за того, что очень и очень мало людей стали пользоваться железнодорожным транспортом. И вот мы уже практически подъехали к границе с Чили. Много места для отдыха дальнобойщиков, для того, чтобы сделать покупки и так далее. Вся инфраструктура, которая обычно образуется рядом с государственными границами. А вот указатель, который нам говорит о том, что граница рядом. Осталось 6 километров. А вокруг суровое высокогорье Ант. Здесь всегда лежит снег. И вот уже по обочинам стоят фуры, которые направляются в Чили. И здесь через эту гору туннель. И выезжая из этого туннеля, вы оказываетесь на территории другой страны. У нас цели посещать Чили не было, поэтому мы разворачиваемся и едем к следующему интересному объекту. Природный памятник Мост Инка является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. По территории Аргентины проходит полторы тысячи километров легендарного маршрута инков. И это место его конечная южная точка. По своей геологической структуре мост Инка это то же самое, что сталактиты и сталагмиты в пещерах. А почему же его называют Инка? Об этом есть очень много интересных легенд. Но об этом подробнее я вам расскажу, когда мы с вами вместе будем путешествовать по Мендосу в моих авторских турах по Аргентине. Пишите, звоните, организую все в наилучшем виде. Обратная дорога это настоящий калейдоскоп разнообразных горных пейзажей, всевозможных форм, структур, расцветок. Это красота, от которой невозможно устать. Но, насладившись хорошей асфальтовой дорогой, в конце маршрута этого дня мы решили устроить небольшой джипинг по горным серпантинам давно не используемой гравийной дороги. Так что не переключайтесь, через несколько минут вы увидите тот серпантин, который мы преодолели. КОНЕЦ 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 И вот асфальт закончился, и впереди нас ждали три часа серпантинов. Все это время мы не встретили ни одной встречной машины, ну и попутной тоже. Так что любители адреналина, у меня всегда есть для вас, что предложить. Там, где нет людей, всегда есть место дикой природы. И вот мы встретили такое большое стадо Гуанако. Гуанако относится к отряду верблюжьих. Их четыре вида представлены на территории Южной Америки. Гуанако самые большие из них. И то, что они на нас внимательно смотрят, это они нам не позируют, а определяют, насколько мы опасны или безопасны для них. Видите, и наверху еще сколько их стояло и наблюдало за нами. На горизонте полоска дороги, которую мы уже преодолели, но и впереди еще много интересного. Субтитры создавал DimaTorzok 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 А это мы остановились на смотровой площадке, чтобы понаблюдать за дорогой, которая нам еще предстояла. Вот такой вот спуск вниз к цивилизации на оставшемся участке дороги. И этот птиц тоже наблюдает за дорогой, которая нам еще предстоит. Затем птиц решил стать нашим пилотом. Наверное, подумал, что наш водитель без него не справится. Ему ведь с высоты лучше видно. По окончанию тура, отправив туристов домой один день, я решила посвятить просто неспешным прогулкам по Миндосе без всяких каких-либо достопримечательностей, а насладиться этим городом так, как им наслаждаются простые местные жители. Вот рядом с моим отелем был этот парк, в котором в этот период цвел кустарник граната. Посмотрите, какие красивые цветы у него. Орхидейное или муравьинное дерево. Очень крупные, красивые, яркие цветки. Город Миндоса – это один огромный парк. Город весь утопает в зелени. Все дороги вместе с тротуарами – это сплошные зеленые туннели в перемешку с городскими парками. Поскольку город находится в очень жарком засушливом климате, практически в пустынной зоне, то жить в нем было бы невыносимо. Поэтому властями и было принято решение превратить в Миндосу, а в город – парк. Зеленые насаждения частично нейтрализуют солнечную радиацию, дают много тени, понижают летом температуру, так как асфальт не накаляется от прямых солнечных лучей. Кроме того, зелень дает дополнительную влагу, поглощает пыль и городской шум, делая улицы города более уютными. В городе хорошо развита экономика, поэтому необходимо привлекать людей для жизни и делать эту жизнь более комфортной. Это вот я продолжаю гулять по одному из парков, который был ближе всего к моему отелю. Но таких парков здесь очень много, в том числе и будут в моем видео. Это уже другой парк. И здесь мы видим памятник флагу Аргентины. Очень красиво сделано. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова ОТЕЛЬ в стиле БЕЛЬ ЭПОКИ. Смотрите, какие красивые чистые тротуары. Это, кстати, видны каналы ирригационной системы. Дело в том, чтобы в засушливой зоне поливать весь этот город-сад, не нужны специальные машины. Абсолютно под всем городом проложена ирригационная система орошения. Поэтому на обочинах здесь парковаться невозможно. Иначе можно улететь в эти самые каналы. Канавки. А это дальше уже просто пошла гулять по улочкам. Видите, вон тоже дырки от этих каналов ирригационных. Красивые есть домики в колониальном стиле. И деревья, деревья повсюду в дереве. Еще один уже третий парк на моем пути. Этот парк называется Парк. Площадь, даже, правильно сказать, площадь Италии. Очень все красиво. Сказочно красивый город Мендоса. Очень любят сюда приезжать жители Буэнос-Айреса. Летом говорят, что больше прохлады. Я, правда, этой прохлады здесь не увидела. Для меня все равно Мендоса остался достаточно жарким городом. Как я уже в начале видео говорила, город Мендоса был основан раньше, чем Буэнос-Айрес, примерно на 20 лет. Он бурно развивался в период колониальной эпохи. Во многом благодаря тому, что он находился на торговом пути от Тихого океана к Атлантическому океану и к порту Буэнос-Айрес, который в последующем после Мендоса был образован. И здесь всегда развивалась винодельческая промышленность. Поэтому в городе проживало достаточное количество богатых семей, которые за собой оставили в том числе очень интересное архитектурное наследие. Поэтому бродить по этим зеленым улочкам, вот видите, какие тоннели зеленые, и рассматривать домики – особое наслаждение. Ну, очень я люблю это занятие. Кстати, кафешки сосредоточены большей частью на определенных улочках. Вот здесь по дороге я встретила, но потом, когда минут через 15-20 мне захотелось где-то приземлиться, мне пришлось достаточно долго искать, пока я не вышла на одну из центральных улиц, где смогла уже сесть, отдохнуть, выпить холодной воды и пообедать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А эти красивые ворота – вход в центральный парк. Сейчас попробую немножко их приблизить. Посмотрите, какая невероятная красота! Если вам понравилось мое видео, не забывайте вон там вот внизу поставить лайк, написать комментарий, даже если вам что-то и не понравилось, подписаться на мой канал и поделитесь этим видео со своими друзьями в соцсетях. Не будьте жадными! Всем пока-пока! С вами была ваша Елена Вивас. Субтитры создавал DimaTorzok